друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал дневник приемной мамы до последние сводки с полей последние новости напоминаю вам о том что меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки ну и конечно же за ваши веселые добрые интересные хорошие комментарии в общем за вашу поддержку но что ребят с вами обсудим последние ролики канала дневник приемной мамы ну и собственно конечно же самая главная новость новостей там в принципе предостаточно но самая главная новость это то что настя вчера родила в 6 утра настя родила этот момент они продемонстрировали ну не сами роды естественно да конечно же об этом рассказали своих роликах и настя вставила тот самый момент где у нее были схватки но и потом когда она уже вышла с этой новостью что все родила родился мальчик собственно как они и говорили да ну и конечно же все счастливы естественно что можно ей пожелать конечно же здоровье ей и здоровья малышу и всего самого наилучшего слава богу это случилось настя очень переживала настя плакала да потому что ждала вот 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 когда же это произойдет боялась там следующих моментов да и так далее тому подобное там ей давали эти таблетки ну и понятное дело она очень переживала плюсом еще из-за того что рядом все-таки нет супруга а конечно же поддержка мужа в момент да момент родов и так далее это очень важно я думаю все девушки девочки девушки женщины это прекрасно понимают и осознают ну дальше что там было дальше на это на этом друзья мои новости в семействе приемных не закончились мне понравился момент когда тамара петровна вместе с василием а также вместе с алиной вместе с другими девчонками отправились в сторону роддома мне очень понравился сам момент когда тамара петровна сказала ой да вас это тут был аж несколько раз он говорит несколько раз сюда ездил а я то горит даже дорогу до роддома знать не знаю ну собственно да чё хотите как говорится мы это с вами уже обсудили позавчера в моем обзоре тамара петровна вообще не торопилась до ехать навещать свою дочку настю и когда ей уже вовсю начали писать в комментариях по этому поводу она сказала очень просто она сказала чё какие проблемы настя там вообще-то не голодает до свеча у нее насти и деньги есть и доставку сейчас можно заказать и вообще проблем никаких до взрослой женщины даже не дошло что самое главное что нужно было настя это не какая-то доставка еды а просто элементарно до поддержка нормальная поддержка близких людей рядом вот это было самое главное тем более в тот самый момент когда настя и так переживала да она и до того как приехала в роддом она уже там плакала дома ходила была вся не своя и ей просто надо было чтобы мама там или папа кто-нибудь оказался рядом да даже вот просто да все равно это как говорится дорогого стоит а поддержка наших родных и близких людей ну я и не сомневалась что тамара петровна ничего не знает а то что василий ездил да это что василий знает ну так вася там в принципе много чего делает а тамара петровна как всегда только охает и ахает далее друзья мои переезд переезд алины и антона показали продемонстрировали опять же в очередной раз да вот эту вот квартиру которую же показывали которую алина снимала как раз таки по той простой причине потому что антон должен был приехать сюда в краснодар и они будут совместно проживать в этой квартире вдвоем алина вместе с антоном переезд этот состоялся то есть они таскали вещи перевозили эти вещи да василий помогал конечно же таскали эти вещи туда-сюда но по крайней мере в планах у них только на полгода так сказал антон что вот через полгода они мол обязательно поедут в сибирь не знаю произойдет этот момент не произойдет этот момент уедут они в сибирь через полгода или не уедут или останутся здесь в краснодаре об этом как говорится пока еще говорить рано об этом история умалчивает посмотрим что там будет дальше но алинка очень счастлива алинка довольная прям светится вовсю как говорится и конечно же счастлива что приехал антон антон я не знаю могу сказать за себя у меня вызывает только очень приятные положительные какие-то эмоции этот молодой человек приятный внешне очень симпатичный да ну понятное дело как говорится с лица в а воды не пить да а воду не пить но опять же достаточно скромный а мне кажется он любит алинку алинка с ним тоже счастлива я конечно много чего читала многие многие комментарии читала по этому поводу вот там уже успела там погулять и с антоном и с андреем и такая там чуть ли там не значит негде штаве ставить вот эти вот опробу и штампы да что хочу сказать слушайте ну начнем с того что алина уже взрослая девочка да она уже совершеннолетняя и на самом деле ну была у них любовь вот такая вот детская юношеская любовь с этим антоном да первая любовь понятное дело потом попался встретился андреюж по какой причине они там с антоном разошлись если честно я знать не знаю но те моменты когда они были вместе они были очень счастливы да и опять же как известно жизнь прожить не поле перейти понятное дело что всякое бывает если у них с андреем ничего не получилось да и там в отношениях насколько я понимаю старалась именно она андрей просто позволял себя любить да и ничего делать для алины не хотел то ну как бы что алина должна сидеть теперь все голову платком покрыть да и может быть вообще и в монастырь уйти я думаю ничего там страшного нет опять же все познается в сравнении и счастливы они довольны вот эти вещи перетаскивают алинка вся светится от счастья тамара петровна как всегда ребят в своем репертуаре увидев значит тащит огромный этот огромную сумку вот это вот тащит антон да и алина идет с этой подушкой для беременных а тамара петровна выступает ну она конечно же сзади следует да все это снимает на камеру и говорит о о говорит о начало горит положено вот смотрите алина идет с подушкой для беременных так хочется сказать тамара петровна дайте вы им действительно еще только встать на ноги по крайней мере антону надо устроиться на работу да алине нужно будет доучиться и тоже устраиваться на работу потому что опять же живут в съемном жилье жилье надо оплачивать помимо жилья надо еще конечно же себя содержать одевать обувать как-то кормить плюс еще какие то чтобы деньги оставались еще на что-то да на жизнь и так далее на многие многие моменты но куда куда сейчас вот ребенок конечно в жизни может получиться все что угодно но опять же какой какой смысл она еще даже не доучилась ну в общем в любом случае тамара петровна шутит смеется ой горит начало положено подушка для беременных но видимо мало ей софии мало ей внучка которого родили надо еще больше надо еще далее далее значит что там было а заехали заехали они потом в торговый центр все значит а перевезли вещи алине антону а перезли Jerов еще на новую квартиру значит ну и поехали поехали в торговый центр заехали а василий вместе с Тамары петровной вместе с софи и вместе с томой и тут же конечно же уже зашли естественно поесть все как обычно добрых традициях ну и у Тамары Петровна я смотрю настроение настроение просто огонь, друзья мои, про все свои болячки, про все свои моменты, Тамара Петровна тут же забыла, как говорится, плохое настроение, оханье, аханье, как рукой сняло, знаете, все это осталось за кадром, Тамара Петровна смеется, радуется, да, ну, собственно, что, настроение замечательное, настроение шикарное, это только дома у нее постоянно, ой, все болит, ой, как бабка старая, там это туда-сюда, все ноет, 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 как только она появляется где-нибудь в своей стихии, в торговых центрах, там по кафешкам, по столовым, у Тамары Петровны буквально открывается второе дыхание, ну, что, как говорится, кому сейчас легко, вы знаете, ребят, что хочу еще сказать, да, вот читаю комментарии, которые пишут на моем канале, ну, некоторые комментаторы, да, которые пишут мне постоянно, там какие-то вот такие комментарии следующего содержания, что вот, мол, так и так, да, детям и так повезло с этой семьей, с этими родителями, а вот, а вы попробуйте взять, да, прежде чем, значит, как-то комментировать эту семью, а вы попробуйте взять такое количество приемных детей, а вот вы-то что сделали, а вот вы-то хоть одного ребенка взяли, вы знаете, что я хочу ответить на подобные комментарии. Я, знаете, всегда говорила, что, в принципе, этим девчонкам повезло, им повезло, потому что, опять же, все познается в сравнении, то есть, приемные семьи бывают и намного хуже, да, опять же, где-то бывает лучше, а где-то бывает еще хуже, им в какой-то степени, конечно же, им повезло. Я здесь даже не спорю, я, собственно, этот момент озвучивала с самого начала, как только-только начала делать обзоры на приемных, но, вы знаете, когда ты, то есть, взять детей приемных, не каждый человек на это способен, я согласна, но, опять же, и не каждый обязан это делать, да, то есть, если ты чувствуешь в себе какие-то силы, если ты понимаешь, что ты готов справиться с этой ситуацией, готов этих деток полюбить как родных и так далее, причем, когда ты берешь этих детей вообще там с малого-малого возраста, да, то есть, ты берешь на себя ответственность, как взрослый человек. Ну, раз ты уже взял эту ответственность, значит, достойно неси этот груз и так далее, достойно неси свои обязанности, да, в качестве приемного родителя, это мое мнение. Если ты взяла шестеро девчонок, ни одну девочку, да, ни одного ребенка, ни двоих детей и даже не троих, а шестеро детей, это огромная ответственность, то есть, ты, они были уже тогда взрослые люди, давайте начнем серьезно, и по чесноку, и Тамара Петровна, и Василий были тогда уже взрослые люди и должны были понимать прекрасно, что это огромный труд и большая ответственность даже одного приемного ребенка поднять или двоих приемных детей поднять, а тут шестеро детей. Ну, уж коль вы взяли и тем более получаете еще и деньги от государства за этих детей, значит, не надо стонать каждый божий день, не надо каждый божий день стонать, ныть и рассказывать, как ты устала. Я вот, знаете, вот просто исходя из интересов вот этих вот девочек, я прекрасно понимаю, девчонки живут и каждый день слышат, да, что Саша, что Женя, что Тома, да, другие дети тоже, но я сейчас говорю вот про этих девчонок, которые вот живут сейчас с Тамарой Петровной. Они каждый день, ребят, просыпаются и каждый день с утра слышат, как мама начинает стонать, вот, тут я устала, тут у меня сил нет и так далее, и у девчонок может появиться комплекс, да, что это вот они всему виной, что мама так устает, и вот им надо, да, что-то там делать и так далее, такого быть не должно. Ну, уж коль ты взяла и пошла на столь осознанный шаг взять приемных детей вместе со своим мужем, значит, ты должна была понимать всю, вот, все, все, да, всю вот эту вот зону ответственности, которая лежит теперь на ваших плечах. А писать комментарии мне или моим другим зрительницам, там, девушкам, женщинам о том, что, а вот ты возьми сначала, потом. Зачем? Во-первых, вы знать не знаете, да, наши истории, наши судьбы, мы про себя не рассказываем, это раз. Во-вторых, да, если уж ты взяла, значит, нести ответственность, а если ты не можешь, значит, нечего было и начинать, нечего было и брать. И не надо нам сейчас пенять, вот вы не взяли, а она взяла. Если она взяла, значит, пусть будет добра нести ответственность, по крайней мере, достойно до совершеннолетия этих девчонок. А то со стороны выглядит так. Я помню прекрасно эти ролики. Я говорила, что я смотрела их долго, долго смотрела, прежде чем начать делать на них обзоры. Я помню прекрасно, когда она рассказывала о том, как она уговаривала Настю взять уже оставшихся девчонок, да, она сказала, Настя, если мы возьмем этих девочек, то папа не будет больше ездить на вахту и работать. То есть у тебя был еще меркантильный интерес. Не просто так она взяла, да, в приемную семью. Она взяла, зная, что государство платит хорошие деньги за приемных детей. Она взяла это не просто так. Вместе со своим мужем. Правильно? Правильно. Раз взяла, значит, как бы будь добра, как говорится. А то получается очень интересно, что детей набрать-набрали, уже сил никаких нет, желания нет, и она постоянно ноет, как вот это вот, знаете, как нытик самый настоящий. А кто это выслушивает? Мы-то зрители послушали, закрыли и дальше пошли. А девчонки-то это выслушивают каждый божий день с утра до ночи. И со стороны выглядит ситуация так, что денежки за деток мы получать хотим, плюс этих же деток еще и снимают, как говорится, да, на ютуб-канале. То есть дети зарабатывают в первую очередь, понятное дело, приходят посмотреть на детей. А вот заниматься с этими детьми, да, и готовить этим детям, и все остальное делать мы не хотим, и мы устаем и так далее. Ну так надо было думать, какую ответственность вы, какую ношу, да, для вас получается непосильную вы взвалили на свои плечи. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok